МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В наше неспокойное с экономической точки зрения время немаловажную роль в вопросе выбора бизнес-седана на каждый день играют степень локализации его российского производства, цена и, конечно, его класс. И это имеет значение не только для рядовых покупателей. Однажды серьезный мужчина, работающий в этом здании, решил, что все отечественные чиновники должны пользоваться услугами российского автопрома. Другой не менее серьезный человек из дома по соседству. Кстати, мэр одного очень крупного города даже сделал это и пересадил чиновников на Волги. Правда, кончилось это печально. Честно говоря, я не знаю, какое количество российских чиновников пересело на отечественные автомобили, но именно благодаря этой программе мы получили, во всяком случае, этот замечательный седан «Порт Мондео» новой генерации. Но у меня, собственно, Toyota Camry – это король корпоративных продаж, самый удачный и самый популярный автомобиль в этом сегменте. Итак, в программе принимают участие Toyota Camry. Атмосферный бензиновый двигатель объемом 3,5 литра выдает 249 лошадиных сил мощности и 346 ньютон-метров крутящего момента. Первое 100 км в час Camry делает за 7,1 секунды и разгоняется до 210 км в час. Автомобиль оборудован шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. «Форт Мондео» – двухлитровый турбодвигатель меньшей мощности, 199 лошадиных сил, но не уступающий в моменте – 345 ньютон на метр. Более мощная версия автомобиля с двигателем мощностью 240 лошадиных сил, к сожалению, пока нам недоступна. «Мондео» набирает первую сотню за 8,7 секунды, разгоняясь при этом до максимальных 218 км в час. Седан оборудован шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. «Я не хотел бы начинать разговор про дизайн, хотя бы потому что...» «Его нет». «Потому что его нет». «Потому что, говоря о дизайне и о Camry, ты говоришь как бы о разных вселенных». «Люди покупают. Вот что главное, понимаешь? Его освежили, обновили, и сейчас стоит утверждать, что это молодежно. По крайней мере, в нашей стране средний возраст покупателя от 33 лет. Паша, я не буду обсуждать, намеренно не буду обсуждать внешность «Мондео», потому что это и так видно. Я хочу сказать, что он победит хотя бы просто только поэтому. Обрати внимание на поворотик. «Да ты что! Как у новой авоськи». «Такие вещи есть в премиальном сегменте, и то не у всех». Но как бы мы ни критиковали Camry, нельзя не отметить тот факт, что ее дизайн пришелся по душе огромному количеству покупателей. Так что внешность – это дело вкуса. Но также нужно признать, что Ford в этой дисциплине все же лидер. Счет 4-5. Наши знакомства с автомобилями – это некое путешествие в прошлое Camry или в будущее. С чего начнем? Я предлагаю сначала посмотреть на эталон, так как это должно быть. Так что в Camry. Окей. Ну что, добро пожаловать. Вот это эталонный бизнес-класс, бизнес-седан у нас в России. Да, но только 5 лет назад. Серый, невнятный, вот это когда избавятся они от этого пластика, прямые грубые кнопки. Вот скажи, сколько было потрачено человека часов на создание дизайна этой мультимедийной системы и вот этой климатической установки этих кнопок? Ну, я думаю, в 90-х, когда рисовали вручную, довольно много. Я думаю, что твоему старшему сколько? Семь. Семь. Я думаю, что он сможет начертить уже примерно такое расположение кнопок мультимедийной системы. Это удобно, Роман, посмотри. Трехзонный климат, да? Тут вообще все есть. Вот зачем придираться к деталям? Я сейчас говорю о дизайне, это не детали. Во-первых, это эргономика, да? Вот это, скажи мне, когда избавится Toyota от вот этого переключателя к круиз-контролю? Это... Сколько это будет преследовать нас? Это дань американцам, понимаешь? Им так удобно. Окей, хорошо. У Мерседеса такая, кстати. Вот эта вот история от всех Toyota предыдущих поколений, я просто уже не помню, когда появилась эта ручка, но послушай... Это удобно, Роман. Это удобно. Ты всегда попадаешь в нужную передачу. Паш, мне кажется, что дизайн должен эволюционировать. Да, конечно, учитывая то, что удобно, но при этом нужно переходить в следующий сегмент, даже если отойти от дизайна по функционалу. Самая удобная, инновационная и прогрессивная вещь в этом автомобиле, я думаю, это вот эта беспроводная зарядка. Да, единственное пугает, что на ней написано, что она может привести к каким-то ожогам. У меня не получилось здесь зарядить телефон, честно. Ожог получить не получилось. Это тоже. Так, ну, память для сидений на два положения, да? Можно запомнить. Руль электрический, но при этом, при этом я не скажу, что рекордный ход на себя, но то, что он электрический, это зачет. Настройка сидения, сидение тоже электрическое. Да мне хватает, честно. Ты знаешь, комфортно можно найти свое положение за рулем. Прострочечка, да, идет здесь прям все. Да, да. Почти как в Лексусе. Очень много простора. Ты обрати внимание, мы сидим совершенно спокойно, здесь можно развалиться. Все как ты любишь, закрывается с лампочкой. Очечники. Пожалуйста, все есть, подлокотник. О, даже подлокотник двигается. Щукин доволен, подлокотник двигается. Все, на этом можно заканчивать. Нормально, нет, хороший, добротно. Вот знаешь, ощущение добротности есть. Ощущение инновационности, прогрессивности, современного дизайна нет, но качество, оно присутствует. Эту машину покупают не хипстеры, а люди состоявшиеся, которые точно знают, что они хотят, понимаешь? В таком случае, Паша, я представлю тебе автомобиль, который не просто делает то, что ты хочешь, он дает тебе гораздо больше, чем ты можешь захотеть. Форт Мондео. Ну, пойдем? Роман, давненько я не ездил в Фордах, но, честно говоря, здесь два ощущения. Во-первых, что-то знакомое, например, руль, а с другой стороны, ну, действительно, интерьер современный. Чего стоит только эта цифровая панель? Ты посмотри, там сколько всего. Ребенок, попавший в магазин игрушек, наконец-то, где можно все потрогать. Да нет, ну ты посмотри, там все переключается. Цифровые экраны, где выводится вся информация. То есть, по сути, концепция Форд компании, это коммуникация водителя именно с приборной панелью, а не с центральной консолью, потому что все основные функции, все основные операции, которые ты можешь делать с мультимедийной системой, вообще совсем практически, ты можешь делать это на руле и... И знаешь, что мне нравится? Там очень классный алгоритм. Маленькие очень цифры, но они настолько хорошо прописаны, они читаются, и все понятно. Направо это вбок, вниз это листать. Направо это выбор, окей нажал. Все интуитивно, понятно, элементарно. Вот это плюс, это зачет, друзья. Но если ты оторвешься от знакомства с приборной панелью, ты перейдешь в центральную консоль, здесь мы обнаружим совершенно новую мультимедийную систему с потрясающими возможностями. Во-первых, сенсорные кнопки, которые были признаны неудачным решением, теперь заменены аналоговыми... Это класс, это удобно, одна функция, одна кнопка. Во-первых, ты тактильно чувствуешь, когда ты нажимаешь на кнопку, да, но, во-вторых, просто не промахнешься, и действительно функция кнопка. Паш, но, тем не менее, я хочу тебе сказать, что здесь даже вопрос не что есть, а как это подается. Это, конечно, современный дизайн. Очень-очень красивый. Вот то, что ты говоришь, тебя смущает, очень большая, да, консоль уходящая, которая создает кокпит отдельный для водителя. Мне кажется, это, напротив, круто. Ты полностью контролируешь автомобиль. Здесь у тебя огромное пространство для хранения всего. Ты не положишь, понимаешь, вот отсюда рукой неудобно. Нет, у тебя вот по бокам свободно, смотри, правой рукой, правой рукой я попадаю сюда, ты, соответственно, левой рукой, просто тебе руль мешает. Ну, для меня, значит, ты можешь хранить здесь объемные вещи, в камере ты не можешь. У тебя физически нет такой возможности. Роман, прости, пожалуйста, представь себе в повороте эта объемная вещь, не дай бог, бутылка вылетит, вылетит налево, попадет под педаль. Слушай, нет, пожалуйста, я бы туда ничего не могла. Ты собираешься на Московый рейсвей на этом автомобиле? Что за поворот у тебя в городе? Скорость разрешенная 60. По системам, я смотрю, у тебя здесь автоматический парковщик. Автоматический парковщик, автоматическое покидание парковки, автоматическое торможение перед внезапно останавливающимся... Выберите сторону, используя какой-то поворот. Конечно, все здесь показано. Отпустите руль. Мультимедийная система, больше того, мультимедийная система умеет читать смс-сообщения. То есть эта машина еще, я так понимаю, может тебе голосом не только читать смс-ки, но и объявить, например, композицию, которая играет по радио? Она вообще может все. Если бы инженеры приделали ей две руки, то вечером, когда ты приходишь домой, тебя дома ждал бы готовый борщ. Она бы свалила борщ тебе. Но, к сожалению или к счастью, пока руки ей не приделали. И вот здесь бы нам, конечно, подсоединить телефон с тобой, для того, чтобы мы это могли оформить, Павел. Слушай, ну давай покажешь, конечно, давай. То есть мы сейчас подключаем твой телефон, и ты можешь показать, как это все работает. Это супер. Ищите СИНК на вашем устройстве и выберите СИНК после нахождения. Вот, СИНК. Давай. Есть. Дорогуша. Есть. Уже пора бы. Давай прочитаем какую-нибудь смс-ку. Можно выбрать телефон, сообщение. Итак. Звонок закончен. Какой звонок? Какой звонок. Уведомление о текстовых сообщениях. Преобразовать в речь. Все понятно. Преобразовать в речь. Да, и что? Соединенный телефон не поддерживает отправку. У тебя телефон что-то не поддерживает. Пожалуйста. Ты когда появился на свет, ты сразу же стал выдавать математические формулы, читать на память Есенина, декламировать. Нет. Тебе нужно было обучиться, подрасти немножко. Автомобиль очень свежий. И женщина, хотя по голосу, конечно, бальзаков. Она обиделась и ушла. Она вот теперь уже не хочет с нами общаться. Роман, ну что, по всему остальному, посмотри, что здесь у тебя в подлокотнике, да? Подлокотнике. У тебя две карты, карточка, два разъема USB, разъем просто для питания и выход тюльпан. 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 Тюльпан тоже есть, да. Можно игровую консоль какую-нибудь. Много полочек, два подстаканника. Очень классно. Очень хорошо. Честно говоря, сиденье Монделл мне гораздо ближе по эргономике, потому что в нем я сижу, но это полуспортивное сиденье, профиль. Очень ярко выраженная боковая поддержка, хорошая подушка, электрорегулировки во всех плоскостях, правда? Слушай, приличность. Руль механический. Да, руль. А самое интересное, с рулем, он механический, его можно подогнать, у него большие регулировки для себя. У него есть автоматический режим. Да. Ты смотри, отпускаешь, он поднимается вверх и встает, как надо. Он становится просто в идеальное среднее положение. Вот здесь фиксируй, и это для среди статистического покупателя. Хорошо. Хотя архаичность интерьера Камри мы и можем признать удобной, но с точки зрения эргономики и технологической оснащенности Мондео и здесь лидирует. Четыре звезды Тойота, пять звезд Форд. Пойдем посидим в твоем короле корпоративных парков на заднем диване. Пойдем. Просторно. Так. Просторно. Сразу же ощущение простора. Есть признак бизнеса. Давай-давай, хвали его, хвали его. Потому что это штурочка. А какая комплектация? Это максимальная комплектация? Послушайте, я тебе скажу, что для максимальной комплектации для седана стоимостью почти 2 миллиона рублей. Это, честно говоря, с двигателем 3,5 в максимальной комплектации под двушечку обойдется этот автомобиль. Скромно. Для автомобиля под 2 миллиона. Это еще не все, Роман, посмотри. Есть еще подлокотник у него. И здесь у нас консоль. Каковы, каковы японцы. С козыря начнем. Вот эти кнопочки крайне попробуйте. Седушечка ложится. Да ладно. И все. Ну так это корни меняют мое ощущение заднего дивана. Регулировка сидения. Вот он бизнес-класс. Я молчу про подогрев. Здесь тоже есть подогрев. Здесь можно раскроить себе сзади температуру. Можно порулить музыкой. И вот этой шторочкой, пожалуйста, вот эта шторочка. Вот белый дом, пожалуйста. Оп, и белого дома нет. Она есть, интересно. Да? Есть ящик какой-то черный с розеточкой. Есть подстаканники, но это мелочи. Это чисто русско-китайская история. В Америке камри с такими штуками не продают. Американцы не могут понять, зачем у камри со шторкой с такими прибамбасами, но Китай и наша страна – это главные потребители этих автомобилей в таком исполнении. Поэтому у нас самые крутые камри. Давайте посмотрим, что в Мандео. Удиваешь меня. Ну что, Ром, темно у тебя тут. Вот я что скажу. И тренировка – это ничего не сделается. Шторочки-то не открыть при желании. Уютно, по-домашнему. Ну давай так, закрыв глаза, вот просто скажи, как тебе по ощущениям? Тебе теснее здесь? Слушай, ноги упираются здесь. Здесь диван повыше, есть туннель. Вот это я сразу заметил, да? Туннельчик есть, да. Есть две розеточки на 220. Есть также прикуриватель наш обычный. Здесь подогрев сидений. Подогрев сидений, обдув и, к сожалению, когда я… Там все нормально, все хорошо, там все управление, всеми функциями, мультимедельной системой, климатом, скинки тоже откидываются. Давай посмотрим. Подвигаются, и даже тонировка сворачивается со стекла. Ну давай, давай. Есть там все. Все понятно. Нам все понятно. Вот этот супер-нано автомобиль, он для водителя. А для людей сзади, для тех, кто заказывает музыку, здесь ничего нет. Вот только ключок для лыж, багажник. Слаканники здесь нет. Лыжи можно возить. Сидения складываются? Сидения по глубине-то складываются? Ой. Нет. Нет. Нет, нет. Ничего. Но есть одна фишка, которую я заметил. Вот эти ремни сзади безопасности, они инновационные. Дело в том, что они надуваются. То есть ремни со встроенной подушкой безопасности, о чем вот здесь, собственно, тут указано на… Теперь плетевые травмы довольно сложно получить с таким ремнем, при условии, что сзади пассажиры пристегнуты. Да. У нас ведь наш национальный традиционный спорт – не пристегиваться вообще никогда, а сзади тем более. Вот эта штука, эта безопасность – это круто. И, в общем-то, это в более дорогих машинах, машинах другого класса есть. Это фишка форда. Действительно здорово. Нет, в целом стильный, достаточно просторный. С этим я согласен. Я бы сказал, более гражданский вариант. Не корпоративный, не для задних пассажиров. Главный человек в автомобиле здесь сидит точно не на заднем диване. Именно поэтому коктет впереди. Поэтому у водителя свое пространство, потому что в этом автомобиле он главный. В этом зачете Камри – безоговорочный фаворит. Но снова технологии в виде гибрида ремня и подушки безопасности позволяют Мондео выглядеть достойно. Счет 5-4. Итак, Роман, эталонный багажник седана бизнес-класс открывается с кнопочки. Вот так. Не открывается, Павел. Отщелкивается. Открывается, нужно все равно рукой. В бизнес-седане нет электропривода. Для этого нет водитель, который подойдет и откроет. И, пожалуйста, вуаля, 506 литров. Вот это вот выпендрежь японцев. Ну почему не сделать 510, почему не сделать 500? Ну вот что это 506 литров? Вот где эти 6 литров? Это точность. Это сложный геометный багажник. Это все свежая программа. Что у нас здесь? Ключи. Полноразмерное колесо. Полноразмерное колесо. Полноразмерное колесо. Плоскогубцы даже есть в комплекте. Два ключа. Плоскогубцы. Все четко. Японцы положили все, что надо. Да, согласен. Во-первых, не складывается спинка сидений. Увеличить объем багажника невозможно. Ну и во-вторых, я нашел только два крючка. Вот один, два. Предполагается, что пассажир заднего дивана не будет заезжать за большим количеством покупок. И ему достаточно будет вот этих двух крючков. В остальном, ну что сказать, багажник большого седана. Вот. И на этом предлагаю закончить. Пойдем посмотрим, что у тебя. У меня двойное нажатие на ключе приводит к тому, что багажник не просто отщелкивается, еще и приподнимается, облегчая работу тебе. Если ты с сумками, ты можешь толкнуть его чем-нибудь. Это просто пружина, Рома, это просто пружинка. Но она и есть здесь. Еще главное, что здесь есть какие-то такие специальные ножки, назначение которых я до сих пор не смог понять. Для чего они нужны? Если бы это был у вас, я бы сказал, чтобы не проседала крышка багажника, но это не у вас. Какие-то упоры. Ну да ладно, бог с ними. Я, кстати, могу сказать, что проем гораздо меньше. Проем меньше, но здесь высота погрузочная ниже. И порог багажника находится, смотри, как расположен, практически вровень с полом. Поэтому погружка удобно просто вталкивать. Ну форма тоже какая-то сложная. Вот такая вся. Согласен, здесь и петли как-то спрятали тогда, что они съедают часть пространства. Я думаю, что именно вот эти вот кожухи петель съели дополнительные литры. Вообще, ребята, вот это дешевая история с бюджетных седанов. Вот такой тип торсион или как это правильно называть петли. Это Рено Логан, это дешево. Все сказал. Да? Зато 430 литров. О, серьезно? На 70 с лишним литров меньше, чем в Камре. Роман. Хорошо. У нас здесь есть... Докатка! Какой-то... Какую-то записку тут предложили на немецком языке. Написано, что это форт. Какая-то... Тут какой-то... Нет, на самом деле я должен сказать, что если в Камре есть хотя бы какие-то два крючка, то здесь только резинка для бутылки с водой и напольные петли для сетки. Все. Откровенно, вот этот автомобиль, если посмотреть вот в таком виде, в таком ракурсе с багажника, вы не скажете, что это бизнес-класс. Честно, вот этот провод, вот эта вот изолента, докатка, ну это выглядит все достаточно простенько. Зато едет хорошо. Каждый из багажных отсеков обладает как достоинствами, так и недостатками. А потому честным будет присудить им ничью. 4-4. Ну как тебе новая японская «Волга»? Да как бы не назвать автомобиль новым, во-первых. Но это... 2015 года. Вышел в прошлом декабре. Как Тойота. Это Тойота, как Тойота. Автомобиль, Паша, американской домохозяйки. Я вспоминаю фильм «Красота» по-американски. Ты вспомнишь ключевой момент, когда главный герой приходит домой и говорит, все, я начал новую жизнь. И ему жена, ты продал Камри? Ты бросил работу? Символ. Ты продал Камри? Да, ты продал Камри? Да, я продал Камри. И вспомните, какую он себе живую тачку купил. То есть там, в этом фильме герой Кевина Спейси завязывает со скучным, серым прошлым навсегда. И один из символов этого скучного прошлого – этот автомобиль. Готов мы речь. Одним словом, Паш, ну давай попробуем наступить. У меня просто не был готов. Ну да, да, да. Три с половиной V6, я все понимаю. Он изгоняется, но ощущение, что он делает это долго. Сколько он должен? Восемь? Нет, семь секунд. Семь секунд до сотни он должен изгоняться. Ну, я не знаю, есть какой-нибудь спорт режим? Да, есть. Можно вручную поиграться. Спорт режим. То же самое. Я так понимаю, что этот режим меняет всего лишь алгоритм работы коробки, и она просто начинает переключаться в другом режиме. Обратите внимание, Toyota пропустила Toyota. Педаль, педаль острее. Ну, наверное, отклик на педаль газа. Тормоза ватные. Тормоза не для драйверского управления вовсе. Педаль газа я бы тоже не назвал. А зачем? Похозяйке. Руление. А могу я здесь изменить настройки рулевого колеса, добавить ему тяжести? Да ничего. Или вот это вот все? Все. Просто коробка спортивного режима. Это же не корейский автомобиль, где можно настроить рулевое. Это не понятно. Да. Тормоза ватные, но они есть. Да, слава богу. Это хорошо, что они есть. Смотри, низкий уровень топлива в баке. И что? И все. Ну, пока он такой... А сколько? На сколько километров мне сейчас хватит его? Здесь нет информации. Так, подожди. Единственное измерение. Информация о вождении. Вот. Расстояние. Запас хода. Что жать? И все. И все? Уже совсем мало. Нет, потому что совсем мало. Я хочу понять, средний расход хотя бы наш. Где эта информация? Сейчас нужно заправиться, а потом все остальное. Это не важно. Сейчас самая главная информация для тебя, что надо ехать на заправку. Вот ваш, пожалуйста, хваленый 3.5. Вот, пожалуйста. Полный бак был, я уверен, что когда мы начинали снимать. Это машина не для нищеброда. Ага. Вот смотри. Мы делаем это динамично. Роман. Роман, да ты дрифтер. Ха-ха-ха. И автомобиль, ну, честно говоря, не настолько все плохо, как было у предыдущего поколения «Камри». Тем не менее, нужно сказать, что здесь, конечно, компромиссная подвеска между управляемостью, собранностью и комфортом. И она, как и задний диван, говорит нам о том, что главный здесь вовсе не водитель со своими, может быть, манерой вождения, да, со своими адреналиновыми замашками. Нет, здесь главный человек сидит вот там, сзади. И поэтому для него, безусловно, главный комфорт. Снова «Камри». И с нами согласны просто все. Практически еще одна «Камри». Кстати, обратите внимание, два товарища в пиджачках, костюмах и второй на переднем сидении справа. Не домохозяйка, да? Явно. Ну что, друзья, каков бизнес такие машины? Нам эта японская американская пенсия по душе, брутальность, солидность здесь присутствует. Пожалуй, это и все. Да. Пойдем. Ликвидность на вторичном рынке. Да, конечно. Распространенность. Это тоже «Камри». Наличие запчастей всегда в свободном доступе. Что еще? Ну и архаичность. Да. Без этого никогда. Вот как удобненько сюда телефончики складывать. Много всего места. Ты знаешь, за счет этого не согласен, но сидение здесь гораздо удобнее. Сидение по ощущению, что спортивное, правда? Да, да. Сидение обещает драйв. Вот само сидение только уже начинает обещать драйв. Плюс сама посадка. Вот этот кокпит. Отдельное место у тебя и у меня. Ощущение, что мы с тобой в спортивном автомобиле. Это есть. Согласен. В «Камри» совсем не про то. Здесь другая стилистика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что еще интересно. Если включить режим спорт, поведение автомобиля, в частности, руля сильно меняется. Давай попробуем. И вот с рулем происходит некая метаморфоза. Он становится тяжелее. Он реально становится тяжелее. Все-таки спортивный режим меняет алгоритм не только работы коробки и двигателя, но еще и рулевого управления. Слушай, тормоза были четкие. Прям раз и останавливается. Нет, нет, нет. Эта машина скорее про драйв. Ну, может быть, об этом отчасти говорят вот эти лепесточки, которые присутствуют. Можно и воспользоваться. Но я хочу сказать, что по динамике он пошустрее. Мандео однозначно пошустрее. Хотя напомню, что здесь прогрыш по лошадям. Здесь 199 лошадок, то есть недобор. Там-то 249. А на 50 меньше. Но почему-то пока что это, собственно, никак не ощущается. Напротив, он более динамичный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь гораздо удобнее вот этот вот цифровой дисплей. Даже три цифровых дисплея, которые есть, вся информация приводится разным. Тут тебе и километраж, и расход, и время поездки, я так понимаю. ДАШ? Да. Одиннадцати шесть по документам. Городской расход этого автомобиля. Одиннадцати шесть, а здесь одиннадцати три. Это же сенсация, Роман. Это при том, что мы идем в довольно плотном трафике, во-первых. И при этом мы еще пытаемся резко ускоряться, правильно? Для того, чтобы определить эту динамику. Да, сейчас как только поедем, сразу ускоримся. Сразу ускоримся. Ну, прямо в спорте? Нет, это мы в драйв. Машины едят. Я удивлялся. Смотри, отзыв на педаль газа довольно резкий. И при этом мы в драйве в обычном. Слушай, а еще на самом деле здесь мне больше нравится обзорность. Какой-то другой формы зеркала и стойки кажутся поуже. То есть в машине более приятно наблюдать за тем, что происходит вокруг. Ну давай ускорение. Смотри, спорт и ускорение. Спорт и ускорение. Ну, кстати, нет. Нет. Вот она эта секунда. Звука была больше. Да, одна секунда есть, но не ускоряется, к сожалению. Звука было больше, чем динамики. Ты доводен автомобилем? Да. Это самое главное, что я хотел услышать от тебя относительно Ford Mondeo новой генерации. Самое время их оценить. Каждый из автомобилей показал себя с наилучшей стороны. Комфорт и двигатель Camry, руление и технологии Mondeo всем по пять звезд. В результате сурового противостояния Ford Mondeo с результатом 2322 одерживает неуверенную, но все же победу над Toyota Camry. Я думаю, что после сегодняшнего теста можно быть уверенным в одном. Нет, в двух вещах. Во-первых, корпоративному принцу ничего пока не угрожает. Во всяком случае, от Ford Mondeo угроза не исходит. Просто потому, что хотя бы в ходе теста, когда мы ездили по улицам, количество Camry раз 50 превходило количество встречных Mondeo. А вот теперь вторая вещь, в которой можно быть уверенным. Именно потому, что их столько, а еще потому, что эта штуковина получилась невероятно харизматичной, динамичной и технологичной. Суперсовременной. Я бы для своего личного использования, поскольку я сижу всегда за рулем, а не на правом заднем, выбрал бы новый Mondeo. Ты понимаешь, что бы мы с тобой тут не говорили, люди, имея в руках миллион восемьсот, все равно возьмут Toyota. Хотя, конечно, возможно, будут ошибаться. И главное, что у них был выбор. Главное, что какой бы автомобиль они не взяли, они будут поддерживать отечественный автопром. И парни вот в этих домах могут быть спокойны, законы исполняются. Выбор есть, друзья. Это правда. Главное. 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 Продолжение следует...